Марш! Везет вестиход у местного производства, единственный в своем роде. Вот внутри все условия для комфортных путешествий, мягкая обивка, сидение и даже люк. Главное держаться, немножко трясет. Полтора километра по болоту – испытание для любого внедорожника. В этом году пять категорий, в зависимости от сложности оборудования машин. Желающие могли проехать и вне зачета. Валерий Полиенко, водитель со стажем, собрал этого гиганта самостоятельно. Говорит, до ума доводил три года. Гидропривод полностью, на гидравлике все. Без коробок, без цепей, без кардана, без ничего. Ну-ка, катать. Берега ракиты Валерий знает, считай, наизусть. Провел для нас экскурсию. По болотам часто ездите? Сейчас, не страшно? Чуть-чуть? При подготовке к таким соревнованиям машину, как правило, прокачивают. Николай в деле три года. На простой УАЗ установил спортивную лебедку, резину посерьезней, пневмоблокировку, систему навигации. Все по последнему, как бы, писку моды, как говорится. Даже пожертвовал сегодня соревнования в городе Курске нашим. Приехал к вам. Ну, как бы, более серьезные соревнования у вас здесь. Хочется испытать, прежде всего, себя. В следующем году собираемся на ладугу, то есть, больше подготовки. Взаимовыручка – один из главных принципов троферейда. Тонешь, не беда, помогут вытащить. Второй этап – ориентирование на лесной и болотистой местности. Площадь – 70 километров. За пять часов участники по GPS должны найти 20 точек и сфотографироваться с ними. Очень сложно, если честно. Там постоянно в лесу фишки все стоят. Там все машины сейчас застрялись, сидят в лесу. И мы участвуем в стандарте. У нас ничего нет, никаких приспособлений. Сами выталкиваем машину руками. Главное – участие, а не победы. И хорошее впечатление. Нам очень понравилось. У нас атмосферно. Люди приезжают на три дня, отдыхают, потом отдыхают на трассе, вымазываются. В общем, это весело. В следующем году мы планируем через ДСАВ выйти на Кубок регионов, попробовать организовать такую гонку. Победители получили автозапчасти, фонари и канистры. Но главный приз – это, конечно же, заряд адреналина. Анна Свидовская, Евгений Цапков. Такой день на «Мире Белогорье».